Я буду в нём, в день я поднял, своей душой охраняй. Концерт посвящен людям, которые покоряют вершины и дали, несмотря на ограничения здоровья. В их глазах не всегда отражается небо, и не все могут почувствовать почву под ногами, но у каждого скрыта духовная сила и вера в лучшее. Этот день очень нужен, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и восхититься необыкновенной силой духа, целеустремлённостью, умением добиваться успеха в сложнейших условиях. Владимир нашёл себя в творчестве, написал 26 книг и более 150 текстов песен, в котором анапские композиторы написали музыку. Мы показываем остальным, что хотя мы и ограничены в здоровье, в творчестве мы границ не знаем, трудимся. Я защитник Отечества, я кадровый военный, увечья получил в ходе военной травмы при защите Отечества. Порой многие здоровые люди не понимают, недооценивают то, что подарила им природа – умение видеть, слышать, передвигаться. От имени главы особенным людям в этот день благодарственные письма и памятные подарки вручил заместитель главы Сергей Козлов. Самое главное, сегодня в нашем городе делается очень много. Существует программа, согласно которой мы сегодня работаем на безбарьерной средой, чтобы сегодня наш человек почувствовал себя комфортно, мог пойти куда угодно, где угодно и попасть туда беспрепятственно. Воспитанники клуба «Дорога добра» – талантливые, увлечённые музыкой, и у каждого из них есть своя история и своя мечта. А объединяет их одно – стремление одарить свой талант и творчество зрителям, принося им радость, душевную теплоту и хорошее настроение. Клуб «Дорога добра» – постоянный участник общегородских мероприятий. В клубе занимаются разные дети. Все вместе они, как большая дружная семья, ездят на концерты и делятся впечатлениями, проводят время и репетируют, несмотря ни на что. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. «Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра». Как правило, люди, имеющие физические недостатки, сильны душой и обладают разными талантами. Это люди, которые могут спокойно преодолеть трудности и неудобства и смириться с некоторыми ограничениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова